Вот она наша жертва, Део Матис, кличка Блэк Мамба. Стоит здесь уже давно, гниет, дырами прожигается. Но, как всегда, наши садовнические навыки нам пригодятся. Уберем лишнюю траву. Не знаю почему, но мне приспичилось снять сначала лак. И для этого я решил использовать вот такую насадочку, надевающуюся на обычный шуруповерт. Лак оказалось снять несложно. В принципе, все это вполне себе работало и функционировало. Но было понятно, что назад пути нет. Вручную, кстати, он снимался намного лучше. Поэтому работаем руками, как мы это привыкли делать. Я насмотрелся всяких видосов, как делают покрасы. И посчитал, что надо бы закрыть окна, закрыть все резинки. Для этого я использовал старые ватманы. Все очень просто. Приклеиваем ватманы. И обтягиваем все скотчем. Также заклеиваем скотчем. Дверные ручки. Прорезаем между ручкой и дверью. И убираем лишний скотч. Первые наброски я накладывал обыкновенным маркером. Действовал фристайлом. Не заморачивался ни с чем. Просто-напросто решил взять и нарисовать. От души, как получится. И это была моя первая ошибка. Сначала я решил букву перерисовать именно черным баллоном. Не знаю почему. Обычно я перерисовываю фоновым цветом. Либо заливкой. Но здесь я решил посмотреть, что у меня получится. Далее я прошелся сверху беленьким. И сразу же я загрунтовывал все это делать. Вслед за этим я решил наложить кластеры. Я решил наложить двойной слой кластеров. Первый был наложен голубым. Второй наложен темно-синим. В принципе все это сочеталось неплохо. Как вы видите, у нашей ерпитки начинает появляться какая-то более-менее динамика. Ну а теперь самое сложное, самое ответственное, это наложить контуры. Как только мы накладываем контуры, мы уже видим наш сам графит. Помимо этого я решил еще и наложить тень. Убираем лишнее, убираем наши закладки на дверных и ручках. И вуаля, вот что у нас получилось. Вам нравится? Мне вот вообще не нравится. Фуфло вышло. Как можно было так вот неуклюже нарисовать буквы? Кривые, не в попад. Все, переделываем. На следующий день я уже узнал, что я хочу. Скачав в интернете чертеж Deo Matiza, я сделал себе примерный набросок. И уже знал, как можно и проще мне расположить буквы. Для начала, не знаю почему, но я решил эти буквы нарисовать и распределить. Тем не менее, я все равно умудрился допустить ошибку. О ней я позже расскажу. Я решил сначала закрасить буквы, которые были первыми. То есть наложить фоновый слой. Накладываю синим баллоном, тут же накладываю сразу же кластеры. Далее я решил не заморачиваться со всеми буквами. Я решил заморочиться с каждой буквы отдельно. То есть если я беру букву S, то я уже вокруг нее рисую и кластеры. Я уже ее грантую. И, грубо говоря, чуть ли не накладываю контур. То есть и только потом я переходил к следующей букве. Букве T. Ну и, соответственно, по остальным буквам так же шло. Я сначала полностью доредактировал букву. Тут же накладывал кластеры вокруг нее. Потом заливал и переходил к следующей букве. Все лишнее я закрасил в черную. Кстати, очень неплохо машина выглядит, закрашенная обыкновенным баллончиком. Докидал еще синих кластеров между буквами. Кстати, синих кластеров, как мне показалось, в итоге было маловато все же. Ну а теперь самый ответственный момент. Снова накладываем контур. Надеюсь, на этот раз все получится. Самое интересное, что до того, как ты не наложишь контур, ты не видишь своих ошибок. Но как только я начал его накладывать, я уже понял, что, черт возьми, S у меня получается не в тему. Да, она сама по себе индивидуально выглядела очень неплохо. Но все буквы у меня были изогнуты примерно по одной кривой. S же стояла не на кривой. S стояла на прямой. Соответственно, она не вписывалась в общую концепцию. Наложив тени, введя все буквы, я уже не поднимал свое расстройство. Но, тем не менее, мне намного больше нравится этот вариант. Добавив теней, я уже смог сделать вывод, что, черт убери, а граффити неплохо смотрится на машинах. Че, я раньше-то этим не занимался. Ну ладно, там немножко промахнулся. А, в общем-то, в принципе, получилось-то и неплохо, на самом деле. И все это можно доработать и делать. И у меня еще есть вторая сторона у этой машины. Так что, есть где разбежаться. Кстати, насчет второй стороны у меня отдельный разговор и отдельный подход будет. Наверняка я буду использовать трафарет. Что еще хочу сказать? Какой вывод я из этого сделал? А вывод я сделал из этого такой, что баллончик все-таки грубоватый материал для того, чтобы делать какую-то простенькую аэрографию. Да, пускай, как бы, все это в целом смотрится неплохо. Но, даже со скинами струя баллонов очень широкая. И очень сложно сделать какие-то маленькие аккуратные элементы. Поэтому, на следующей стороне я использую совершенно другой способ. Я попробую сделать многослойные трафареты. Как я это сделаю, увидим в следующей серии. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok